Добрый день, меня зовут Павел Юрьевич Боков, я старший преподаватель кафедры общей физики физического факультета МГУ имени Ломоносова и в рамках сегодняшнего брифинга я представляю учебно-методический комплект с автором, одним из авторов которого я являюсь. Учебно-методический комплект представляет из себя линию учебников, рабочих тетрадей и методических пособий для основной школы 7, 8, 9 класса. В этом году в федеральном перечне появился учебник «Физика-10». Издательский центр «Альгентарный граф» осуществляет издание этого учебника, вот обложка этого учебника, можете посмотреть сейчас на экране. Авторский коллектив, преподаватели кафедры общей физики физического факультета МГУ, доцент Александр Васильевич Грачев, Владимир Александрович Погожев. Много лет работали в направлении создания олимпиадных задач для олимпиад высокого уровня, в том числе олимпиад Ломоносова, олимпиад Покорево-Робьево-Гор. Руководит проектом заведующий кафедрой общей физики профессор Александр Михайлович Солевский, долгое время занимавший пост председателя учебно-методического отделения по физике в вузовском образовании. Данный учебно-методический комплект отличается тем, что в нем последовательность изложения материала соответствует академическому представлению об этом. Соответственно, немножко непривычно, иногда очень сложно бывает с ним работать, но тем не менее, авторы этого комплекта видят в данном формате подачи материала некое преимущество. И вот сегодня я предлагаю в качестве брифинг-консультации обсудить такую тему, которая важна и касается практически каждого учителя физики, реализации подготовки к итоговой аттестации, к участию в олимпиадах высокого уровня с использованием вот этого самого учебно-методического комплекта авторов Московского государственного университета имени Ломоносова. В чем отличие данного учебно-методического комплекта? Во-первых, на данный момент это редкость, но это продолжение идейной единой линии учебно-методического комплекта, который был для основной школы 7-8-9 класса. То есть одни и те же авторы создают учебник и для основной, и для старшей школы. Следующее очень важное отличие заключается в том, что уровень предъявления материала учебно-методического комплекта даже для основной школы превышает уровень требований стандарт. Мы знаем, что одним из элементов экзамена в форме государственной итоговой аттестации является так называемое задание 16, 17, 18, где учащемуся предлагается прочитать неизвестный текст и дальше продемонстрировать свое умение разбираться в этом тексте в разных ситуациях, в стандартной ситуации, в нестандартной ситуации. Вот по нашим представлениям, то, что в УМК заложен глубокий подход к изложению материалов, это позволяет, соответственно, учащимся в дальнейшем, в том числе и с такими заданиями, более успешно бороться. В учебно-методическом комплекте, начиная с 7 класса и по 11 класса, мы сейчас работаем над созданием учебника 11 класса, примена универсальная классификация физических задач. Одна из целей тоже заключается в том, чтобы продемонстрировать минимальность числа разных задач, если это так можно сказать. Но, скажем, одна из основных проблем, которые испытывает учащийся, взяв в руки любой задачник по физике, заключается в том, что он видит в нем 1200 задач, и для него эти 1200 задач, они все, условно говоря, разные. Для него это значит, что ему надо 1200 раз научиться решать вот поставленные перед ним задачи. На самом деле классификация, которую мы предлагаем, классификация, она сделана пусть сюжетом задачи. Ну, скажем, если речь идет о задачах в кинематике, это задачи встречи, погони, обгон. Если речь идет о задачах динамики, это движение одного тела, это динамика связанных тел. Если речь идет о задачах из законов сохранения, скажем, это могут быть задачи выстрела, стыковка. То есть, человек, прочитав название этой задачи, он в голове у себя выстраивает какой-то сюжет, который соответствует тому, что могло бы быть в реальности, если бы он решал эту задачу на более высоком, более глубоком уровне. Соответственно, тем самым, по нашим представлениям, у учащихся будут складываться впечатления о том, что число задач в реальности не 1200, а, скажем, 50 или, может быть, 80. Не так много у учащихся предстоит освоить за школьный курс физики. Тем самым будет меньшее ощущение того, что этот курс какой-то страшный и непонятный. Следующий очень важный момент, который мы предлагаем для подготовки к новым формам тоговой аттестации и к участию в Олимпиадах высокого уровня. В учебниках существуют целые параграфы, в которых приводятся алгоритмы решения задач. Но не секрет, что практически все задачи по физике неплохо алгоритмизуются. Мы, конечно, имеем в виду задачи не те, которые связаны с отработкой простейших навыков, ну, скажем, найти силу тяжести, действующую на тело, если известна масса этого тела, там, известно, что это тело находится вблизи поверхности Земли. Вот алгоритмизацию подвергаются те задачи, где необходимо выполнить определенную последовательность действий. Эта последовательность действий в нашем представлении, в нашем ОМК, целиком совпадает с концепцией проверки заданий части цех единого государственного экзамена. Так, алгоритм состоит из следующих важных шагов. Первый важный шаг – это выбор модели. Второй важный шаг – это создание системы уравнений, которая представляет совокупность физических законов. То есть, именно этот шаг демонстрирует понимание учащимся в сути физического явления. Следующий шаг – превращение этой системы физических законов в систему алгебраических уравнений. Ну и последний этап – решение этой системы уравнения, анализ и получение ответов. Алгоритмизованная, соответственно, задача, начиная с механики и кончая на данный момент в ОМК физика 10, кончая электростатикой. В учебнике 11 класса алгоритмизации будут предложены задачи по постоянному току, на правила Киргофа и так далее. Следующий очень важный момент. В теме брифинга мы уже заявили, что наш ОМК актуален с точки зрения подготовки учащихся к успешному участию в Олимпиадах высокого уровня. Так вот, в рамках данного ОМК мы предлагаем алгоритм решения задач, которые, в принципе, выходят за рамки базового уровня, которые редко встречаются в части С единого государственного экзамена. Но, скажем, это задачи, которые относятся к таким темам, как кинематика движения твердого тела. В принципе, если учащиеся с этим не знакомы, то им достаточно сложно бывает принимать правильные решения, строить правильные модели при решении таких задач. Это задачи из темы динамика движения тел со связями. Тоже достаточно сложная часть школьного курса физики. Другой момент связан с тем, что мы в рамках ОМК физика 10 рассматриваем традиционно сложную тему влажности. В этой традиционно сложной теме влажность предлагаются разнообразные подходы к решению задачи и тоже алгоритмы решения этих задач, как с графическим представлением информации, так и текстовым. Следующий важный момент, если говорить о учебнике физики для 10 класса, это алгоритмизация задач на применение, на исследование потенциальности электростатического поля и изучение зависимости для сферически-симметричных систем потенциала от расстояния и напряженности электрического поля от расстояния. В учебнике 11 класса алгоритмизации будут подвергнуты, соответственно, задачи, связанные с постоянным током, правилами Киргофа и так далее. Очень важный момент, связанный с подготовкой к сдаче единого государственного экзамена, это подборка разноуровневых вопросов и задач после параграфов в учебниках и рабочих тетрадях. Соответственно, задания в учебниках и рабочих тетрадях построены таким образом, чтобы ученик для правильного ответа на эти задания мог бы неоднократно обратиться к тексту своему параграфу для того, чтобы в конце концов разобраться, о чем же шла речь и с чем, какой частью новой темы он знакомится, изучая данный конкретный параграф. Не менее важным при подготовке к итоговой аттестации, конечно, является та ситуация, когда у ученика вот эти все отдельные темы, изложенные в разных параграфах, выкладываются в какую-то одну единую концепцию. Скажем, 15 параграфов из темы кинематика укладываются в одну общую тему с названием кинематика. В нашем УНК предлагаются, начиная с 7 класса и до 11 класса, оригинальные схемы таблицы для систематизации знаний учащихся в пределах той или иной темы. Эти оригинальные схемы таблицы разработаны авторами с учетом причинно-следственных связей, которые, собственно, и отражают суть изучаемых физических законов и явлений для того, чтобы учащимся понимали, что из чего следует, что откуда берется. На самом деле, понимание взаимосвязи между физическими явлениями и законами позволяет учащимся в дальнейшем правильно применять эти самые законы при решении задач на те или иные явления. Итак, если кратко резюмировать то, что мы предлагаем в нашем УНК. Работа с текстами реализована в виде достаточно большого объема параграфов и системы вопросов после них. Задание с выбором ответа предлагается отрабатывать в рамках данного УНК путем ответа на вопросы в конце параграфов. Точно так же предлагается отрабатывать решение задач на соответствие. Важный очень момент, о котором все время говорят методисты Федерального института педагогических измерений, то, что в физике, в ЕГЭ по физике самым провальным является задание на графическое представление информации. Мы уделяем достаточно много времени для работы с графиками в курсе физики, начиная с 7 класса, где впервые встречается график. И в 10 классе графическое представление информации является одной из основ для задания задач и как одним из основных механизмов, в том числе и решения задач. С точки зрения подготовки к задачам части С ЕГЭ предлагается алгоритм решения задач и, соответственно, набор задач в конце параграфов. Ну и, подводя итоги, мне хотелось бы обозначить следующую тему для нашего брифинга, следующие вопросы для обсуждений. Мы предложили некую систему в данном учебнике, в данном МОНК, в котором, на самом деле, уже, если учесть основную школу, в котором мы уже практически 5 лет. Вот как вы, как учителя, как методисты, видите методику подготовки учащихся к решению задач по физике с выбором ответа и задач на соответствие? Лично мой опыт работы в школе показал, что это должна быть совершенно разная методика. Потому что, если, скажем, я какую-то одну задачу привожу с выбором ответа, а потом примерно такую же задачу формулирую, ведь задач на соответствие, то процент учащихся, который дает решение правильное в случае формировки задач на соответствие, оказывается гораздо меньше. То есть в этом тоже должен быть некий механизм. Нет-ка методика, которая позволяла бы с этим работать. Как бы вы видели методику подготовки учащихся к решению задач части С ЕГЭ по физике? Тоже очень важный и актуальный момент, с учетом того, что Марина Юрьевна Демидова регулярно обращает наше внимание в своих методических письмах, что до части С в ЕГЭ по физике доходят чуть больше 28% участников ЕГЭ. То есть для нас это, несомненно, актуально. И следующий очень важный, желтрибедущий вопрос заключается основан на том, что у нас примерно половина абитуриентов технических вузов, которым, по идее, бы надо сдавать физику, поступают в этот вуз за счет того, что они участвуют в каких-то физических олимпиадах. И вот, как вы видите, какой ваш опыт? Существует ли какая-то технология подготовки учащихся к успешному выступлению на физических олимпиадах высокого уровня? Как вы готовите детей к участию в таких олимпиадах? Я приглашаю вас для обсуждения этих тем. Спасибо за внимание. Надеемся, что дальше у нас сложатся длительные плодотворные дискуссии.